Телеканал «Жара» представляет Острые темы Секреты и новинки от главных транссеттеров шоу-бизнеса Шоу, в котором звезды на высоте птичьего полета не смогут уйти от ответа на самые жаркие вопросы Звездный обзор с Эльмирой Абасовой Всем привет! Меня зовут Эльмир Абасова, это шоу «Звездный обзор» И сегодня у нас в гостях певица, единственная в истории страны СНГ занявшая первое место в мировом чарте Биллбор Встречайте, Лена Катина, Лена, привет! Привет! Очень рад тебя видеть И первый вопрос в нашей программе традиционный Боишься ли ты высоты? И да, и нет Я боюсь высоты не настолько, чтобы не кататься, например, на колесе обозрения Но при этом, если я стою где-нибудь на высоком здании и смотрю вниз то, да, бывает такое ощущение страшновато Я не могу не начать с одной из самых громких новостей Воссоединения группы «Тату» Это такая разовая акция или это уже, ну, мы постоянно ее остановим? На самом деле я бы не стала называть это воссоединение Мы выступили в Минске вместе на стадионе «Динамо» Это была такая, так скажем, затравочка к идущему трибюту Которую мы планируем на весну 2023 года Ну и, конечно, есть какие-то определенные совместные планы На которых пока, наверное, лучше не распространяться Но планы есть То есть мы периодически встречаемся, обсуждаем какие-то вещи Я надеюсь, что будет интересно А кто был инициатором вот этого выступления в Минске? Нам предложили это выступление Наши менеджеры начали это обсуждать И как-то мы решили, что да, было бы здорово Тем более очень многие СМИ, в том числе и за границей Написали о том, что группа «Тату» выступила вместе В таком позитивном ключе А прямо сейчас предлагаю немного отречься от привычного формата интервью И узнать, что новенькое тебе с помощью нашего Блицы Вопросы между собой не связаны Отвечаем быстро, но если есть какая-то сопутствующая история, расскажи Хорошо Готов? Да А есть ли какие-то фобии или страхи у тебя? Да, полно Я ужасно боюсь змей Я не люблю, когда рядом со мной что-то плавает То есть, например, в воде водоросли, я не вхожу в эту воду То есть, я не могу, когда в воде ко мне что-то прикасается Рыба Я люблю смотреть вот это вот по телевизору какой-нибудь там Тревел там что-нибудь Вот это вот, да, там, когда показывают подводный мир О, да, классно, красиво Но вот так, чтобы с этим вместе хотеть плавать Ну нет, потому что, как только это меня касается Вот знаешь, появляется ощущение жути То есть, это даже, это не страх, это жуть Есть что-то или кто-то, что может вывести тебя из себя? Да, мой ребенок Ну да, бывают И опоздания Я вообще, я не могу Я патологически не переношу опоздания Причем и свои, и других Дралась когда-нибудь с девушкой? Ну, с Колью мы все дрались И с парнями? И с парнями, да Парней я все время била каблуками Они мне тут... Сейчас тоже так вот Ну немножко, нет, нет, нет Это уже, ну что ты Ну, мне уже 38 А помнишь ли ты свой первый поцелуй? Он больше вызывает такие положительные эмоции? Или, ну вообще там бывает Ну, мне как-то и понравилось, и не понравилось одновременно Мы отмечали Рождество Это был девятый класс Мы отмечали его у меня дома И целовалась я первый раз двоюродным братом Своей лучшей подруги, собственно, одноклассницы А в каком самом странном или необычном месте Приходилось выступать на сцене? Может, в составе группы? Или сольно? Ну, самое фееричное, я бы сказала, выступление Два, на мой взгляд Конечно, одно Первое – это стадион Вембли Это было просто потрясающе И там же мы познакомились с принцем Чарльзом Которым теперь уже, как мы знаем Вот А второе я бы, наверное, назвала выступление на MTV Movie Awards В Лос-Анджелесе Мы выступали там тоже Мы только-только начали продвигаться в Америке Это была огромная сцена Было огромное количество девчонок Как бы пусики-адолл с нами работали В школьных формах Которые потом в конце раздевались до маечек и трусиков И потом в конце выкидывали их в зал И есть этот кадр, на самом деле, с этого выступления Это был 2003 год, по-моему Когда Павдэди все стоит и ловит эти юбки Какие-то рубашки Да, это было абсолютно потрясающее наше появление на американском рынке А есть какое-то хобби у тебя, любимое увлечение? Я очень люблю читать К сожалению, с появлением ребенка на это практически не осталось времени Я читаю только в метро, когда куда-то еду Очень люблю метро, пользуюсь регулярно И вот в метро я езжу с книжечкой А в метро так вот ходят часто фотографироваться? Мне очень сложно узнать Потому что я в жизни хожу без макияжа И, как правило, с какой-нибудь там гулькой на голове Поэтому меня, как правило, не узнают В метро мне очень повезло У меня такая серомышинная внешность Без макияжа Без макияжа серомышинная И я умею сливаться как-то с толпой Не обращаю на себя внимания Мне это удается Звездный обзор А сейчас предлагаю перейти к теме творчества И начать с нового EP-альбома Который в скором времени выйдет Расскажите нам, какие треки будут И это русскоязычный или... А, кстати, там еще и трек «Такси» есть, если не ошибаюсь Да, выходит новый EP, наконец-то Достаточно долгое время мы над ним работали Я считаю, что им можно гордиться Я очень надеюсь, что он понравится аудитории Немножко другой формат песен Это небольшой даже эксперимент с моей стороны Выход из зоны комфорта По текстам все, как я люблю А вот по мелодиям был такой небольшой эксперимент Поэтому я надеюсь, что его оценят Что он понравится? Мне нравится результат, я довольна EP состоит из пяти треков Один из них «Такси», на который был снят клип Наконец-то! Аллилуйя! А на каком языке будут треки? На русском Вообще на русском? Да, это русскоязычный EP А планируются ли треки именно группы «Тату»? Планируются Но не буду рассказывать, какие, на каком языке Когда тоже не буду рассказывать Но планируются Но планируются Лена, сейчас переходим к нашей жгучей рубрике «Острые вопросы» Которые приготовили для тебя зрители телеканала «Жара» Так Вот, отвечаем честно А на случай, если не хочется, отвечаете Есть перчик Сталкивалась ли ты когда-нибудь с неадекватным поведением фанатов? Как это было? Да, сталкивалась Не знаю, как, насколько это Ну, наверное, да, можно назвать неадекватным поведением Ко мне приезжал поклонник Все время хотел на мне жениться Приезжал домой, к моей маме Звонил в дверь Говорил, дайте мне вашу дочь Я хочу на ней, я сейчас буду на ней жениться Уже неадекватный Звонил постоянно, да И мама заявляла в полицию То есть, ну, действительно, было такое Еще один был поклонник, который тоже приезжал ко мне домой Привозил какие-то полуиспользованные дыхи Тоже очень хотел жениться Но это было уже очень давно На самом деле, самое неадекватное, наверное, это было, когда у меня планировался И, собственно, он состоялся в итоге концерт в Польше Где мы столкнулись с поклонником, который прямо писал в соцсетях Что он купил пистолет, планирует меня убить То есть, он меня то любил, то ненавидел То любил, то ненавидел И мы там тоже писали заявление в полицию У меня была усиленная охрана То есть, мне поклонники начали писать Лена, пожалуйста, не приезжай в Польшу Твоей жизнью угрожает опасность И мы, естественно, серьезно отнеслись к этой теме Я не думала, что что-то может там произойти Но, тем не менее, мы перестраховались И определенные меры были приняты Для того, чтобы исключить вообще что-либо Каким был твой самый крупный гонорар За все время выступления на сцене? Когда это была и какая сумма? Наверное, это Япония Когда получила 250 тысяч долларов Так, самый дорогой подарок Который тебе когда-либо дарили мужчины Что это было, когда и сколько стоило Я недавно вышла замуж Можем поздравить Спасибо И самый дорогой подарок Мне подарил мой муж Он мне подарил машину Безумно красивую Да, она очень дорого стоит Он мне не говорил точную сумму никогда Но в СМИ писали Что, типа, кто-то пишет, что 31 миллион Кто-то пишет, что 29 миллионов Поэтому сколько она стоит Я просто не знаю Какое решение далось тебе тяжелее всего в жизни? Решение о разводе Тяжело, наверное, да? Очень тяжело, да Я выходила замуж раз и навсегда Я венчалась И когда я поняла, что развод Это единственный способ Сохранить хорошие дружеские отношения И что мы друг без друга Ну, не будучи семьей Будем в отдельности Нам будет лучше Вот это, конечно, для меня Была абсолютная катастрофа Крах Я долго ходила на терапию к психологу Очень тяжело принимала это решение Тем не менее, я его приняла И это единственное абсолютно правильное было решение Поэтому, ну, оно было самым сложным Какая из твоих песен тебе никогда не нравилась Но тебе приходилось ее петь По тем или иным причинам Сольный трек или тот Что исполняли в группе Честно говоря, мы с Волковой терпеть Не могли исполнять песню Досчитай до ста Как только появилась такая возможность Мы ее выкинули из программы Ну, вот Но многие ее любят Да, удивительно Но это каш... Это катастрофа Ну, то есть, вот Прямо мы ее ненавидели Досчитай до ста Досчитай, досчитай, досчитай Досчитай, досчитай Боже, как мы над ней глумились Это кошелак Делали ты когда-нибудь пластические операции? Если да, то какие? Никогда ничего не делала Никаких пластических операций У меня есть косметолог, безусловно Я ухаживаю за собой Я люблю ухаживать за собой Но я стараюсь делать это с умом То есть, максимум, что я на данный момент Мне 38 лет Что я на данный момент делала Это прокалывала гиалуроновую кислоту То есть, вот, пластических операций Там, ботоксов каких-то У меня... Видите, у меня как лицо ходит Не видно, что ли? Звездный обзор Ну что ж, наш кабинка уже возвращается В исходную точку Значит, время прощаться и выходить Лен, спасибо тебе большое за интервью Это было очень классно И желаю, чтобы все планы сбылись Спасибо большое А с вами была Альмира Басова И шоу Звездный обзор Но перед завершением программы Давайте посмотрим клип нереальной певицы Лены Катиной Субтитры сделал DimaTorzok